Блеф-клуб Центр досуга Паланга Стала уже хорошей традицией начинать наши встречи со стихов Любил Гаврила, чтоб в Паланге была веселая игра И посадил за столб Лев-клуба Аземшу Лосева Жука Именно эти игроки под этими фамилиями сегодня будут играть в нашем Блеф-клубе Оля, чтобы вы сегодня сидели, я сам шляпку принесу Ну а в то время, когда здесь в центре досуга Паланга нет Блеф-клуба Здесь для вас всегда испанский ужин, испанская пицца и танцы до утра А я с большим удовольствием за наш игровой столб Лев-клуба Приглашаю скульптора Василию Аземшу Василий, я знаю вас очень хорошо, я знаю, что в фильме Бакенбарда вы сделали что-то удивительное Я думаю, все были поражены, вы помните, как вы, вы-то помните, да? Я думаю, что, может быть, телезрители просто не помнят, когда вы из Ленина за 40 секунд сделали пушку, ну там его бакенбардики, губки завернули там Ну ростом они одинаковые были, два этих человека Я еще хотел представить, что Василий Аземша, он изготовил золотого остапа Вот эту вот статуэтку, которая сейчас вручается за этот конкурс сатиры и юмора у нас в нашем Санкт-Петербурге Василий, ну а вопрос, вы скульптор, вопрос вам, честно говоря, даже немножко профессиональный Вы видите, в руках у меня бутылка газированного сока Вера Официальным дистрибьютором которого является магазин Нева Самос, который находится на якорной улице, дом номер один Это действительно очень потрясающий вкусный напиток, потому что он изготовлен на минеральных водах, и там есть добавки сока Так вот, самое-то интересное, вот видите, необыкновенная форма бутылки Верите ли вы, что вот за эту необыкновенную форму бутылки, вот этой вот бутылке была прислаждена премия Оскара? Не верите, а зря, потому что в 90-м году на конкурсе бутылок для лимонадов Именно за эту бутылку в воде Вера был вручен Оскар Но, Василий, все-таки, чтобы эта вот бутылка напоминала вам о том, что вы так вот не поверили Вода Вера, вам очень вкусный напиток Спасибо Спасибо Итак, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом Надевайте шарфик, который будет подчеркивать, что вы игрок в лев-клубе Скульптор Василий Аземша С большим удовольствием сюда, за наш игровой стол, чтобы здесь сегодня было весело Я приглашаю Сергея Лосева Сергей, ну, я думаю, что вас все знают хорошо Вы актер Большого драматического театра Много занимались капустниками В театре на фонтанке вас знают Вы еще в театре «Четвертая стена» были Это все вы Это все вы, да? И вы это верите? Я в это верю Я думаю, телезрители в это верят Вот смотрите, вот такая свечка Держите ее в руках Вот верите ли вы, что я сейчас вот эту свечку зажгу При этом сначала у меня в руках выстрелят спички А потом, когда свечка будет гореть, она будет играть эту английскую песню с днем рождения Верите? Вот это вот свечка Ну что ж, я, конечно, верю Верите? Да И так, значит, что спички сначала взрываются Потом свечка играет и горит Ну что ж, проверим О, затухло Играем дальше Зарвалась, нет, взорвалась А как поджигать-то будем? Она же должна вот это Ого, так, хорошо А, это хорошо Ну что ж, вы поверили и правильно сделаете Эта озорная штучка от магазина «Шалун» От магазина «Шалун» Который находится по адресу Васильевский остров, восьмая линия, дом 43 И за это, Сергей, вам такая же свечка для того, чтобы вечер расправлять свой день рождения А можно вам задать вопрос? А теперь можно Скажите, верите вы в то, что я не курю 20 дней? Уже 20 дней? 20 дней, да 20 дней, не верю И правильно делаете, потому что я не курю 26 дней Ну что ж, я в этой игре выиграл Итак, Сергей, пожалуйста, вы занимаете место за нашим игровым столом Так же, как и Василий, надеваете шарфик И я с большим удовольствием приглашаю за наш игровой столб Лев Клуба Вадима Жука Вадим, пожалуйста Удобное для вас место, микрофон Ну, я думаю, что вас-то уже знают все Опять же, капустники Опять же, театр «Четвертая стена» Опять же, фестиваль «Золотой Остап» И кроме всего, драматург, писатель и артист Я все правильно сказал? Все, Савкат Что, что-нибудь неправильно? Все правильно Стыдно просто Да почему? Так много и один человек Такое может быть Мне нравится, как Сергей наделал шарфик Вадим Вадим Вопрос-то очень простой Ну, вы знаете, вот сейчас действительно очень много всяких игрушек Всяких игрушек Ну, разных появилось Там одни говорят Можно вот игрушки сказать Она повторяет Тут же вот верите Что вот этот вот очаровательный котик с котеночком Видите, он даже чуть-чуть попискивает Вот после этого, значит, когда вот я Скажу ему громко «Скажи!» Он скажет «Хочу вискос» Не верите Не верите и правильно делаете Потому что всего-то лишь он умеет делать вот это Я думаю, что у вас есть машина? Нет Нет машины Но вот для того Для вашей машины Которая у вас будет А вы потом можете поменяться Для вашей машины Которая у вас должна просто быть Потому что у вас же дел, наверное, очень много Эта киска будет развлекать на всех кочках Которые есть на наших дорогах От магазина «Шалон» Это вам Вы выиграли И теперь Я к пишущей машинке придел К пишущей И теперь ваш розыгрыш Вы верите, что я могу сделать вот из этого напитка пиво? Из этого напитка пиво? Вы знаете, я уже делал Вот в прошлый раз Как-то однажды я уже делал пиво Что? Я не верю Нет, напрасно Вот я беру У меня в кармане наклейка случайно Пиво славянское Действительно Ну что ж Замечательно И тогда вот эту бутылку воды Вера я вручаю вам Я думаю, что вы оцените прелесть Эти действительно газированные Вкусные Фруктовые воды Отличное пиво вчерашнее Спасибо Ну что ж Спасибо, Вадим Пожалуйста, микрофон мне Садитесь Надевайте шарвик Нашего игрока В Блев-клубе Я знаю, телезрители Просили нас просто напомнить Как участвовать в лотерее Блев-клуба? Да очень просто Нужно просто выбрать Из колоды Какую-нибудь карту Которая вам нравится Эту карту Ну, например, Взять, написать на открытке И послать ее на наш адрес Чапыгина 6, Санкт-Петербург Программа Блев-клуб Потому что сейчас мы как раз раздадим карты Под которыми сегодня будут играть наши игроки Оля, пожалуйста, карты Любую карту Вот эту верхнюю Ваша карта Это Восьмерка Восьмерка червей Итак, Василия Аземша Восьмерка червей Семерка треф Сергей Лосев И Вадим Жук Пожалуйста Девятка треф Ну, там как получится Дама треф Вадим Жук Такие игроки Под такими картами Сегодня в нашем Блев-клубе Итак, в центре досуга Паланга Что по адресу Ленинский проспект 127 Начинается игра В которой, я еще раз напоминаю Играют Василия Аземша Сергей Лосев И Вадим Жук Вы знаете Мне хотелось бы Чтобы сегодня Во время игры Мы все чего-нибудь пили Ну, а пить мы будем Прекрасный газированный напиток Вера Это действительно очень вкусно Василий, пожалуйста Василий, Вера Вселенная одежда Верю Да Сергей, так Вадим, вам Спасибо Такой звук Тишина Хорошо Ну, а призы У нас сегодня Очень хорошие призы Это все призы От магазина От торгового дома Нева Самос Находится на якорной улице Дом номер один Итак, Василий Вы первые вышли в финал Снимайте колоду Вам первая карта Это Шесть Трев А это значит Мы сейчас услышим Ваш дивный голосок Вадим Вам Восемь червей И Сергей Вам Дама Трев Дама Трев Это значит Историю будете Рассказывать Сергей Вы пока решаете Кому Василию Или Вадиму А для Василия Я выношу Список тех мелодий Которые сегодня Я понимаю Что вам привычнее руками Я понимаю Но здесь придется Немножечко Понапевать Тут не важно петь Тут у нас значит Понапевать Нужно так Тарарам Тарарарам Вот так вот Ну такого плана Значит турецкий марш Моцарт У нас есть Футбольный марш Пам-пам-пам-барабарам Вот это да Потом есть Чардаш Монти Ну тут веселая такая мелодия Да Потом есть Штраус большой Парам-парам-парам-парам Потом свадебный марш Мендельсон И хэллоу-доли Пам-пам-пам Любую мелодию Василий Любую мелодию Нужно спеть Нет пусть Лосев поет Нет Ты футбольный ты А футбольный Пам-пам-пам-барабарам Не изобразительника Нет я могу вам спеть Самое Прощание славянки Прощание Вот так же Да Вот без слов Хорошо Прощание славянки Принимается Та-та-та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-та Выше жизни Всё Та-та-та-та-та-та-та Замечательно Замечательно Василия Вы пели И за это вам Видеокассета От Торгового дома Нева Асамос Спасибо Замечательно, Сергей Ну а ваша очередь рассказывать историю Кому? Я хочу Василию, чтобы он как-то поддержать его Потому что история даже простая И, в общем, Василий, я не сомневаюсь, что он сразу же А карточку вот вы уже отложите А, это то, что мне выпало Это то, что вам выпало Чтобы Василий не видел там красная правда, черная неправда В 78-м году Я был приглашен на съемки На Одесскую киностудию Снимался фильм про начало Великой Отечественной войны В городе Севастополь Сюжет достаточно драматичный был Все погибали в конце Но, тем не менее, были приглашены В основном артисты из Москвы и Петербурга Это тогда Ленинград Я тогда работал в театре комедии И меня утвердили На роль одессита коренного Бориса Семеновича Рашевского Причем, самый интересный заключался здесь в том, что на эту роль претендовали Такие большие, хорошие артисты Петербурга, как Анатолий Ревикович и Сергей Дрейден Но они не прошли Прошел я Серьезно, это факт Это я даже не оспариваю Главное, что на этих съемках я встретился с одним актером И отличительной чертой его было то, что он был страшный спорщик То есть любил поспорить Ну, то есть, но по любому поводу Например, вот, первое, чем он поражал при встрече Он говорил, спорим, я съем батон хлеба и батон вареной колбасы Такой, знаете, полный батон, килограммовый Ну, я бы сейчас тоже съел бы с удовольствием Но без всякой запивки В сухомятку И, значит, ел все это И происходило у него Так зато ему и есть не хотелось, потом уже и обедать не надо Это вы правы совершенно, но это поражало, в общем Потом, например, мы лежим между съемок в общежитии Он вдруг снимает все часы и говорит Спорим, я разобью их об стенку И я не успел даже сказать, да или нет, как он разбивает об стенку Но самое главное, это было то, что у него Он все эти два месяца съемок, что были у нас под Севастополем Мы снимали в запретной зоне, красивое место Он ждал письма от матери с какими-то очень важными сообщениями Там что-то ему, и он переживал, что нету, значит, что-то случилось И как-то мы все так даже за него переживали И вот вдруг он получает это письмо Ему принесли, как раз когда мы снимали И первое, что он сделал, когда получил это письмо Он обратился к нам и сказал Спорим, съем не читая Вы не представляете То есть, ну, это уже какой-то психоз Съем не читая Причем, как оторвал от письма угол Сунул в рот и начал жевать И когда мы, конечно, сказали Нет, ни в коем случае, не надо То есть, мы вырвали у него изо рта эти куски письма И все-таки не стали с ним спорить И он получил известие, которое он хотел Вот такой был человек Вот, Вася, ты веришь, что вот такой человек был? И так спорил Верю Так, Василий верит и карта И правильно делать и зарабатывать первое очко О чем свидетельствует банан от фирмы Сорос Серег, история вот такая Известный писатель Довлатов Служил охранником Ну, это много лет назад было А что охранял-то? Охранял он тюрьмы Тюрьмы, да? Да, и вот он охранял однажды тюрьму В которой сидел Тоже известный писатель Александр Исаевич Солженицын Вот такая история Вся история, что ли? Да А, вот вся история, вот такая Хорошая история, дальше Хорошая история Еще Еще Так, ну теперь нужно просто сказать, да Или верить, или не верить А, в смысле, верю или не верю в эту историю? Это неправда Это неправда К счастью, он прав, это неправда Это неправда Сергей, вы отгадываете Получаете второе очко Это вот такой апельсин И мы играем дальше Вновь, Василий Я с колодой обращаюсь к вам Пожалуйста Вы снимаете Верхняя карта Вам это Туз Туз А за туза вы сейчас получите приз Сергей, вам Восемь пик Вадим, а вам Король червей А за туза, Василий Мы от торгового дома Самоснева Вручаем вам Вот такую вот кофемолку Спасибо Французской фирмы Мулинекс Спасибо Кстати, я хочу сказать, что в торговом доме Нева Асамос Аппаратура Всех крупнейших стран мира Верю Правильно Правильно делаете И позвонить туда В этот магазин Можно по телефону 224-18-78 Повторите, пожалуйста 224-18-78 Я вам сразу скажу Вот так вот Кого позвать надо Лучше Свету Светочку А, Свету Вот я там был Честно говоря Мне там очень понравилось Цены Самые нормальные Настоящие цены Ни низкие Ни высокие Средние Настоящие Настоящие хорошие Итак История моя, да? Я рассказываю Вот, Вадим, такая история Служил я в спортивном батальоне Художником И вот однажды приехали В спортивный батальон Ленинграда Борцы со всей нашей большой В ту пору страны И пока боролись, значит Борцы маленьких весовых категорий Большие фланировали по городу А так безделья И тоже боролись И вот один из них Встретил цыганское какое-то семейство И те взялись ему погадать И по руке ему стали гадать И глядя на него Цыганка говорит Вот вы хоть и здоровый, как бык А линия жизни у вас необычайно коротка И так сказать Я за вас не поручиваюсь Он говорит Что это сейчас за новость? Приходит ко мне В спортивный клуб-мастерскую И говорит Художник, дай, пожалуйста, скальпель Берет скальпель И удлиняет себе линию жизни Понятное дело Кровище Естественно, рука вспухла Заражение крови Сняться с соревнований И помер Вот так Вот такая балька Удлинил, что называется Такой курьезик, да? Василий, есть ли? Можно задать вопросы? Вадим, можно задать вопросы? Какие вопросы? Это чистая правда Он не может выдумать такое Правда хорошая Согласен? Да Нет Итак, это неправда И Василий Я поздравляю у вас Апельсин, который связан с тем, что у вас 2 очка Ну что ж, замечательно Вадим Семенович Будучи страшным театралом Наверное, знает Что в БДТ идет такой спектакль Энергичные люди Кстати В этом году Этому спектаклю исполняется 20 лет Со дня премьеры Буквально в июне месяце Так что я тебя приглашаю Спектакль Энергичные люди идет перед даже железным занавесом Кто знает Сцена отгораживается от зрительного зала Железным занавесом В случае, если чего-нибудь там случится Пожар, не дай бог Так вот, она идет даже Настолько близко к зрителю Что даже перед железным занавесом То есть, если вдруг пожар То пожар будет в той части зала Нет Пожар будет Да, сцена А зрители вместе с актерами будут переживать И на этом, значит, спектакле Происходит застолье Все два акта По Шукшину, как положено Там Воришки Мелкие и крупные сидят И празднуют за коньяком Свои дела И ситуация была такая Что вот Не буду называть фамилии актеров Хотя ты наверняка его знаешь Там сплошные народные заслуженные Артисты Известные достаточно Что было с Евгением Алексеевичем? Это ты сказал, это не я сказал Короче говоря Актер этот приносит Настоящую бутылку коньяку Ну, там у него был повод День рождения Я уже не помню что Но действительно была бутылка коньяка Открытая Он ее сам поставил на стол И среди других бутылок Она затерялась Но мы-то все были в курсе, естественно Спектакль начинается с того Что они уже в совершенно разобранном состоянии Персонажи Пьяные Ходят Танцуют Летают Ездят на паровозе И эта бутылка коньяка, как ни странно Упала На столе Неосторожное движение кого-то из артистов И она по-настоящему упала И коньяк разлился И запах пошел по БДД Вот! Не то, что по БДД Запах пошел в зрительные ряды Которые буквально находятся на расстоянии метра А антракта еще не было, наверное? Нет, это было в начале Я же говорю Антракта не было Конечно, зрители заволновались Вы знаете продолжение? Нет Я просто догадываюсь Я даже удивился Нет, может быть Может быть В общем, история-то достала Короче говоря В антракте К нам подошла заведующая труппой И сказала Кто поставил коньяк на стол А что? С чего вы взяли? Оказывается Одна из зрительниц Которая сидела в первом ряду Пришла В те годы Не знаю Немножко Я тебе клянусь Вызвала Нет, но это может быть еще Хорошо Это еще не вопрос Это еще не вопрос, конечно И, значит, завтра труппа пришла И, значит Кончается эта история тем Что, естественно, выясняется Кто это Это несложно было сделать И он получает выговор На доске приказов Черт, ты мне раньше это не рассказывал Здра Я не знаю, Василий А вас Можно верю? Верю И? И это неправда И это... В ДТ не пьют на сцене Уж тебе-то надо было это знать Сергея Лосева с тем Что он завоевывает А на нас Это третий очко И выходит в финал Нашей игры Итак, Василий, пожалуйста Вы снимаете Вы снимаете Карту Это Дама Червей И, Вадим, пожалуйста Вы снимаете У вас что? 7-3 7-3 Василий, ну, я так смотрю У вас два очка Так По идее, очередь рассказывать историю вашей Но может получиться так Может получиться так Что вы расскажете историю А Вадиму Рассказать не придется Вы согласны передать ему? Конечно Не задумываюсь Рассказывай Я совершенно потерян Не знаю даже Итак, Вадим Ваша история Василию Василий, меня могут спасти Только мои экстрасенсорные способности Отложено, Вадим Да Отложил? Сейчас проверю Да Не то отложился А ты дверь отложи Раз или что? Удобно будет Вот, Вася Ты Я вот недавно был в Крыму В горах Встречался там Значит С одной дамой Которая мне очень многому научила Вот В смысле Интересно, интересно Интересно А что для этого в горы надо есть? В смысле Как и сверхспособности А, понятно Все Вот я утверждаю Сейчас Только дайте мне сосредоточиться Для этого немножко Можно? Тут мужчины смутили Вадима Жука По-моему, это невозможно Удалось Я утверждаю Что сейчас В карманах У тебя И у Сергея Находится Вот я так хочу По одному бельгийскому франку Пожалуй, я верю Ты совершенно прав Можешь проверить Верхним Итак, мне просто интересно Когда же это произошло? Монеточка 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 Действительно Покажи камере Итак, здесь есть Здесь тоже есть Итак, Василий, вы поверили И правильно сделали А это значит, вы завоевываете Третье очко О чем свидетельствует Вот этот вот фрукт Ананас Спасибо И мы тоже поздравляем вас С выходом в финал Вадим Я понимаю, что такой вот дебют В блеф-клубе И вроде как не получилось Последняя история И то Василий даже отдал право Рассказать вам эту историю Вы сказали Классную историю Но нужно было Хотя бы по два франка Туда положить Чтобы там не один был Тогда бы вы точно выиграли Может быть, сейчас С сигналом пошлете туда еще Тогда изменим все обратно Нет Можно я свои очки положу Если вы мне не даете Раз нет, тогда нет И тогда от фирмы Нет, нет, нет Еще не надо уходить Мы сейчас еще будем вручать подарки От фирмы Невосамос От торгового дома Невосамос Мы вручаем вам Оля, пожалуйста Вот этот вот утюг Это потрясающий утюг Главное, что к нему не нужно Электрических проводов Потому что он Гладит сам Спасибо И вы записали телефон И правильно сделаете Я просто приглашаю вас Посетить торговый дом Невосамос Вы останетесь довольны Там очень много всего Для дома, для семьи Утюг есть Итак Вадим Жук Спасибо Спасибо Итак, сейчас В центре досуга Паланга По адресу Ленинский проспект 127 Кстати, можете записать телефон Если хотите Жук записал Не, а можно просто Ленинский 127 В центре досуга Паланга Начинается финальная игра В которой играют Василий Аземша И Сергей Лосин Ну, а нашим Можно поаплодировать, конечно Ну, а нашим Дорогим телезрителям Я хочу сказать Что если вы еще не были В Паланге То, пожалуйста, приходите Здесь всегда Испанская пицца Испанский ужин И танцы в дискотеке До утра А кроме того Здесь можно всегда Организовать Маленький такой Сабантуйчик От 10 до 500 человек Вот прям в этом зале 501 501 тоже можно Ну, а сейчас Прежде чем Вопросы из этой Желтой папочки С вами будет играть Актер театра Лицедеи Минус 4 Леонид Лейкин И первый Сергей, вы вышли в финал Поэтому Леонид играет с вами В детстве было Значит Маленький был Было мне тогда Лет 9, наверное Или 10, скорее всего Скорее всего, 10 Уже по бегу можно было Знать, что 10 Потому что быстро уже бегал Вот И в прятки мы играли Нет, наверное, в 9 Потому что в 10 В прятки не играли еще 9, наверное Да, 9 лет Разбегаюсь я А, я спрятался, значит Спрятался А этот, значит Вводит И вдруг он меня раз И нашел меня А нет Как играть, я уже забыл В общем, я бегу Бегу за 15 А он меня еще не видит Ага Что я бегу, он видит Я разбегаюсь И там стена такая бетонная была Я бегу Значит, и он быстро бежит И я бегу Но я чуть-чуть опережаю Где-то метра на 3 И я, значит Подскальзываюсь Спотыкаюсь Около стены И врезаюсь передними зубами Прямо в стенку И в стенке остаются мои зубы Вот Верите? Нет, Леня, не верю Вот такая история А зубки ничего у Лени, да? Это правда Два молочные были Это правда Это было с молочными зубами Это действительно правда В 10 лет Какие с молочными зубами В 10 лет Леонид Лейкин выиграл У Сергея Лосева И теперь Василий Леонид Лейкин Играет с вами Вторая Быль Или не был Это вам судить В армии, значит Я иду В Куруле На Куруле стою С этим С автоматом Куалашникова Минус 42 градуса Минус 41 Ну не помню Холодно, страшно Я валенок снимаю Снимаю Керзовый сапог Потому что Керзовый сапоги Прямо в валенке были И там двойная портянка Я одну снимаю С одной ноги Другую снимаю С другой ноги Обматываю вокруг Щек И хожу дальше Страшно Страшно Фонарь, значит Скулит Ветер свищет Снег Страшно И голод Голод Это, значит Вторая Вторые шесть месяцев Значит После первых шести Уже службы Я, значит С автоматом иду Вот такой тулуп И вдруг смотрю Заяц Заяц А стрелять нельзя А уже в голове Все помутнело Вот так вот От голода От холода От всех дел Я беру, значит Автомат А стрелять нельзя Артиллерийские Ацар Склады всего дивизиона Что делать А я говорю Заяц-то хорошо Я беру, значит Калашников Со штык-ножом Со всеми делами Беру, значит И так Хытья И кидаю в Заяца А Заяц убежал Автомат Перелетает через Ограждение Колючей проволоки Первого периметра Колючей проволоки Там было два периметра Значит улетает И втыкается В замороженную землю А тут уже с проверкой Значит командир полка А я без оружия Вот такая история Да Пожалуй, я поверю ему Итак, вы верите И мы смотрим Правильный ответ А это было Орден Ленина Забайкальский военный округ О О Элзабо Мы тогда писали 82-й год Перед дембелем И я поздравляю Василия Вас с победой А как правильный В конкурсе 42 градуса Нет, 42 в Сибири бывает В Сибири бывает Итак, счет 1-0 В пользу Василия И для всех наших телезрителей Я еще раз напоминаю Что вы продолжаете Участвовать в конкурсе Который мы проводим Совместно С петербургским отделением Газета Комсомольская правда Боевой лес Токблев клуба Вы продолжаете отвечать На 20 наших каверзных вопросов Ну а по 6 вопросов Для того, чтобы определить Победителя в сегодняшней игре Я теперь задаю из этой папки Итак, Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Если подавиться рыбной костью Чтобы она легче вышла обратно Надо вставить в уши Кусочек хлебного мякиша То есть, если вот косточка У вас застряла рыбная Для того, чтобы она лучше Обратно пошла Она должна в уши Это народная медицина, да Вставить хлебный мякиш в уши Нет, я верю И правильно Делать еще становится Один-один Василий, вопрос вам Верите ли вы, что Мухобойка Мухобойка Это одна из разновидностей Лягушек А не предмет, которым бьют мук Верю Верите? Да Нет таких лягушек, Василий Счет остается Один-один Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Картина Сурикова По нужде Из-за непристойного названия И того, что изображено на ней В тридцатые годы Было изъято из экспозиции Русского музея Не верю И правильно, потому что У Сурикова такой картины Просто нет Все становится Два-один Василий, вопрос вам Верите ли вы, что Слонихи вынашивают Детенышей в течение Трех лет Нет Носит себе и носит И правильно делаете Потому что Это срок у слоних Чуть меньше Счет два-два Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Пьяница Пьяница Нет Пьяница Это народное название Ягоды Рябины Да Нет Так называют в народе Голубику Голубику А я же сказал Рябина Счет остается Два-два Итак, Василий Вопрос вам Верите ли вы, что Термин Столбовой дворянин Вошел в жизнь Из-за закона По которому Во дворе Каждого дворянина Должен быть стоять Столб Верю Верите? Вы удивительно доверчивый человек Такого не было Счет остается Два-два Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Тазы Тазы Это порода собак Такие тазики бегают Ну, на такса идет Говорят, таксофон пошел А это тазики Такие Тазики Тазы Тазы Тазы, да Ну, так Любовно тазики Не верю Не верите, а зря действительно На востоке На востоке Есть такая порода собак Тазы Счет остается 2-2 Да Василий, вопрос вам Верите ли вы, что Существовал в свое время Всесоюзный научно-исследовательский Институт Табака и Махорки Пожалуй, похоже Верю Верите и правильно делаете Действительно В Краснодаре Был такой Научно-исследовательский институт Сейчас становится 3-2 А он всему верит В вашу пользу Давайте-ка я вам водички Действительно, я смотрю Хорошо идет Вода Вера Кстати, очень вкусная ведь, по-моему, вода Минеральная вода Я боюсь много Что много? Воды Не вред Да? Ну, ничего Все-таки попробуйте Вкусно Итак, кому вопрос-то? Сергей, вам, по-моему Вопрос вам Счет 2-2 3-2 в пользу Василия 3-2 в пользу Василия Итак, вопрос такой Верите ли вы, что Северсия ледяная Северсия ледяная Или знаменитая таймырская роза Примечательна и удивительна тем Что растет даже на ледниках На льдинах На льдинах растет Как называется? Северсия ледяная Или таймырская роза Роза таймырская На льду растет Не верю И правильно делать И счет становится 3-3 Василий, вопрос вам Совсем за дураков Верите ли вы, Василий Что грамоты с отпущением грехов Продававшиеся в католических церквях Носили название накладная Пожалуй, нет И правильно Делайте счет 4-3 Как Сергей не подсказывал Вы ответили все-таки правильно Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Тариф второй Тариф второй Это арабский король Который первым в своем государстве Ввел систему ставок По которым взималась плата за землю И тем самым увековечил свое имя Тариф второй Верю Верите? А зря Не было такого короля Счет остается 3-2 в пользу Василия 4-3 4-3 в пользу Василия 4-3 в пользу Василия И все? Нет, еще не все Последний вопрос Последний вопрос Ему Он уже выиграл Все, вы же начинаете Нужно не сказать, что это последний Может я бы по-другому отвечал Итак, последний вопрос Василию Василий, верите ли вы, что Тамара Тамара Это не только женское имя Имя известной царицы Грузии Но и растение Встречающееся в горах С очень красивыми цветами Ну пусть будет, да Мне нравится этот Доверчивый человек Но все равно ему сегодня Удалось победить Нет такого растения Но все равно Счет 4-3 В вашу пользу И я прошу Вынести Открытки тех телезрителей Которые поставили на карту 8 червей Которая сегодня Помогла победить Василию Аземше Василий, вот какая Вы как скульптор Можете выбирать Открыточки Тут разные нам присылают Вот за зверюшками Тут и мишки И мальчики И ежики Итак 1-8-9-6-3-0 Это индекс Город Колпино Заводской Я не знаю Проспект или улица Дом 32 Квартира 65 Просто Ира Ира, мы вас поздравляем У вас дома Будет совершенно новая Модель телефона С автоматическим определителем Номера От телефон От объединения Пульсар Я вам сразу скажу, Ира Я тащусь От этого телефона Этот телефон Будет у вас дома За второе место Сергей От торгового дома Невосамос Я думаю, что вы еще Не раз туда придете Потому что там действительно Чего там только нет Мы вам вручаем Пылесос Пылесос Равента Это очень хорошая машина Для того, чтобы в вашем доме Всегда было чисто От торгового дома Невосамос Василий, а вам У вас есть дома стиральная машина? Есть Есть Пусть будет Две стиральных машины Вот эта вот Мини стиральная машина Делает все сама Автомат От фирмы Невосамос Это вам Спасибо Сергей Ну, поскольку вы говорите Что вы пить много не любите Но дома-то наверняка С удовольствием Вам вместе с Василием Напиток «Вера» Спасибо И поскольку вы победитель То, Василий Мы приглашаем вас сюда В центр досуга Паланга Вы всегда можете прийти вдвоем Здесь К вашим услугам Испанский ужин Со мной Испанский ресторан В испанском ресторане Здесь вы можете потанцевать до утра В дискотеке Девочек сюда пускают бесплатно Поверьте мне Да, конечно, конечно, Вадим Вася, во-первых Я заранее отказываюсь От твоего приглашения в Палангу Идти с кем-нибудь другим Не нужно Вот, блин Ваша философия Это вещизм, друзья мои Вот, наконец-то Вы получили вещи А я вам хочу задать Последний вопрос Верите ли вы, Вася Что после того, что произошло Я буду с тобой И Сергеем здороваться Играть в шахматы Выпивать Верите ли? Я не верю Верю Неправильно, Сергей Никогда Вадим 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 Одну секунду Это замечательная шутка И за неё За неё Мне хотелось бы вам сделать Ещё один маленький подарок Но не удалось пошутить Это фен От торгового дома Не важно А сам Фен От торгового дома Ещё один маленький подарок Ещё один маленький подарок Я забhistoire